Применение ядерного оружия все еще нависает над всем миром. И вот вроде бы ясно, что Путин только пугал им. Банально потому, что большинство красных линий, о которых говорила страна-террористка, давно позади. Но, похоже, бункерные оставляют ядерное оружие на самый конец. Все еще остаются обстоятельства, при которых Путин может нажать красную кнопку. По мнению секретаря СНБУ Украины Александра Литвиненко, которое он высказал в интервью The Times, это может случиться, если Россия окажется на грани катастрофического поражения. Речь идет о гипотетическом развале фронта и протестах в Москве. Это только в крайнем случае. По мнению Литвиненко, поражение на поле боя еще не означает, что ядерное оружие будет применено. Путин может попытаться убедить свой народ в том, что и это победа. А как мы знаем, россияне еще те овечки. И в этом случае это, скорее всего, даже плюс. И хоть бряться не ядерным оружием, похоже, пока только игры со стороны Путина НАТО этим обеспокоены. Альянс приведет ядерное оружие в боевую готовность. Все из-за растущей угрозы со стороны России и Китая. Поднебесная, к слову, также много вкладывает денег, в том числе и в ядерное оружие. По данным генсека НАТО Столтенберга, уже к 2030 году ядерный арсенал Китая вырастет до тысячи боеголовок. И альянс хочет быть готовым. Между членами НАТО идут активные переговоры касательно снятия большинства ракет с хранения. Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия. Но пока существует ядерное оружие, мы останемся ядерным альянсом. Потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО нет, является более опасный мир. Как думаете, ситуация критическая или во всем мире просто продолжается игра с ядеркой? Пишите свои мысли в комментариях, ставьте лайк этому видео и обязательно подписывайтесь на канал. У нас интересно.